В эфире третий дневник конкурса молодых исполнителей ЖАЗ Канад. Финалисты вышли на финишную прямую. Прошло одно из самых волнительных и интригующих событий – жеребьевка. Күрметті жаз таланттар, қаланың көркін келдіру отқан, қаланың мәдени ұшағын одан арғырай түсеті отқан бағарша мәдениет саласының қызметкерлерінің атынан, және қала бағашысы Ербулат Тосаев Мұрзаның атынан, сіздерге қош келдіңіздердегің еңге бұдар. Алматы жана айтып етті, Армажа Мүлкенші тәрткетті, басқа да азамат тұрайды. Алматы ол таланттардың отаны болған бола вермек. Сол үшін алматыны бәрліғы еліміздің мәдени астанасы деп айтыса керек. Бұл алматыны таңғалдыру оңа емес, десекте жасқанат біремес бірнеше жыл қатарынан осы алматы тұрғындарын, алматы жұртшылығын, алматыға келі батқан бағарлық көрермендер мен тұндармандарды таңғалтып үлгелген, сіздер солардың ұзын басып келер жатсыздар. Ребята испытали самые разные эмоции. Номер 13! Ну что ж, что, Алин, первый хочешь выбрать? А? Пятый. Аллады Екен? Первый! Вот она! Майя шептар, бұл ұзын номер 10! Асима, поздравляем тебя! Поздравляем! Дякую! В этом году в рамках конкурса жасқанат впервые будет проведен конкурс жасқанат «Дети». Организаторы получили 119 заявок от детей разного возраста со всего Казахстана. В финале примут участие 22 конкурсанта. Через 2-3 песни каждый раз мы плакали. Сидели, слушали, про родину поет, про маму поет, про маму поет и все, все рыдаем. Вот чем это? Не сказать, что ребенок с 7-80 лет не имеет. Это у него просто чистота. Шнайл, ты тоже казах, что да. Это искренность. В этом самый главный секрет, по-моему, в этом. То, что касается членов жюри, очень хороший вопрос, очень важный вопрос. Его задают все. Но по традиции, это заложено было еще Муратом Иргалиевым, мы членов жюри до последнего дня не говорим, кто будет членов жюри. Потому что мы все живем в Казахстане, наверняка могут какие-то быть вопросы. Но в любом случае, я могу сказать сейчас, когда вы услышите имена тех людей, которые будут оценивать таланты наших участников жасқаната, вы поймете, что это жюри очень компетентное. Более того, я со всеми переговорил, будут у нас споры, я уже знаю даже по каким поводам будут споры. И тот, кто победит в жасқанате, и там будут подписи всех членов жюри стоят, вы увидите, что это невероятный знак качества. Победить в конкурсе, который оценивает столь высокий состав жюри, это стоит дорогого. Конкурс жасқанат «Дети-2023» пройдет 1 июня, где мы узнаем имена трех лауреатов. Им будут вручены денежные гранты, а также победители примут участие в международном фестивале «Азия Даусе». Могу сейчас ошибиться по денежным призам, по суммам. То, чтобы оставить денежный приз, мы прямо это оставили внутри конкурса, потому что мы считаем, что помимо почета, помимо популярности, которую получает обладатель гран-при, обладатель первой, второй, третьей премии, все-таки должно быть еще и материальное вознаграждение. Более того, мы настаиваем, чтобы еще дополнительные были призы, эти призы еще и появятся, и они тоже в денежном выражении появятся. Поэтому в сумме сказать я сейчас побоюсь, сколько это будет, потому что наверняка будут какие-то подарки от города Алматы, потому что руководство города Алматы могу с уважением только сказать, что с большим вниманием относятся к конкурсу «Жасканат», и само собой будут внимательно следить за тем, кто оказался победителем, и прямо настаивали на том, чтобы вознаграждение было достойно победителей. В рамках конкурса также был проведен кастинг среди детей для поиска ведущих конкурса «Жасканат. Дети». Главное — это стремиться на сцену, желать быть популярным. Вот эти вот желания выйти на сцену, выйти в прямой эфир или же просто на телеканал, они же у нас идут с детства, понимаете? С детства, когда маленький ребенок мечтает о карьере на большой сцене. Конечно же, исполнители мы увидим 1 июня, а сегодня вы немножко заглянете в этот процесс, в эту работу, когда мы будем выбирать именно ведущих детей, которые будут представлять наших исполнителей. Мы просто будем смотреть, я говорю, кто более-менее сейчас подготовлен, у кого хорошая память, им же даются тексты, и они должны будут воспроизвести этот текст. Ну, естественно, голос, естественно, то, как они обучаемы. Вот им сейчас дается задача, и им нужно это все воспроизвести. То есть это первый критерий, что человек хорошо понимает задачу и выполняет ее. Самина – долгожданный ребенок, первая из двойни. Детство любит петь и выступать. Не боится большой аудитории. Ходит в музыкальную школу, а также в частную школу вокала. Улыбайтесь, произносите каждую букву, каждое слово четче, яснее, громче. Не бойтесь быть говорливыми или какими-то громкими. Раскрывайтесь, потому что, когда вы проявляетесь, тем самым вы можете показать, на что вы способны. Если же каждый из вас будет просто сидеть и очень скромненько смотреть в пол, либо искать вчерашний день, тем самым мы не сможем увидеть вашу звездочку и не сможем помочь ее раскрыть. Помимо конкурса молодых исполнителей, в этом году организаторы также провели конкурс среди юных художников в рамках ЖАЗ Канат. Вот когда мы объявили конкурс, мы объявили этот конкурс в начале апреля. И дедлайн у нас был до 15 апреля. И вы знаете, уже на второй неделе мы начали получать огромное количество работ. Очень активно себя показал город Алматы. С Алматы мы собрали 74 работы. И вы знаете, некоторые регионы узнали об этом очень поздно. И были звонки. Были звонки из Шимкента, были звонки из Кустанайской области, из Североказахстанской области, потому что координаты мы везде оставили. И просили продлить. И мы продлили до 30 апреля. То есть у нас этот конкурс продолжался целый месяц. Меня очень впечатлили детские работы. Я просто удивлена тем, как они воплощают свои идеи в своих рисунках. Тем более то, что связано с искусством. Живопись, рисунок, оно тесно идёт с музыкой на самом деле. Это очень интересно наблюдать на их рисунках. Они применяют разные техники. У них и графика, и живопись. У них и акварельные есть работы. Замечательные произведения, я бы сказала, хорошо, грамотно компонуют. То есть у них и композиция присутствует, что очень впечатляет для их возраста. В завершающие дни подготовки к конкурсу «Жасхана-2023» ребята приступили к генеральным репетициям во Дворце Республики. «Жасхана-2023» Режиссёр-постановщик конкурса Ренат Гайсин отметил, что у всех финалистов отличный настрой и вера в победу. Сегодня первый волнительный день. Я прилетел в Алмату, чтобы по-настоящему влиться в это состояние, творческое состояние. Поэтому очень хорошее начало дня. Надеюсь, что это хорошее состояние, такое здоровое, бодрое состояние продлиться до конца конкурса дней. Всем желаю удачи, чтобы было много-много улыбок, чтобы было хорошее настроение. Самое главное, чтобы было море, качественной музыки. Все очень волнуются, чувствуется напряжение в воздухе, атмосфера позитивная, но в то же время все чувствуют, что уже завтра мы будем выступать. И, конечно же, волнение никуда не деть. Мы все над этим работаем, готовимся, волнуемся. Сомнений нет, конечно же, настроен на победу, но все участники сильные, и сейчас репетиция идет полным ходом у нас. На самом деле я очень сильно переживаю, волнуюсь, потому что все участники сильные, все участники достойной победы. Но счастливы находиться тут. Всем спасибо, желаю всем участникам удачи. Завтра у нас очень ответственный день, первое прослушивание, поэтому желаю всем удачи, всем успехов и всем победы. Мы за все это время, за всю эту неделю репетиции, экскурсии, съемок очень все сдружились, стали как одна большая семья и, конечно же, друг друга поддерживаем. Я уверена, что завтра, в первый конкурсный день, все выступят на 100%. У меня прекрасное настроение, у меня 100% готовность, настроение боевой, и я очень надеюсь, что я стану победителем. Жасқына 2023. Жасқына, 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 бізгізді не жинады, тойын ерек, бөрнек тойыр жасқына. «Дайындық өте күшті болып жатыр, барлығымыз, барынша дайында алып жатырмаз, байқа жақсы ендеге өте теген ойдамын». «Дайындық өте қызы болып жатыр, бізге өнабжатыр әріне. Шамалы ойым валнене бар жетке, сон барынша жәңіп, И наконец-то приближаются все конкурсные дни наши, все больше переживаний, волнения. Я думаю, что каждый из нас хоть немного, но переживает. На самом деле с каждым днем становится все интереснее и интереснее нашей репетиции. Поэтому я жду не дождусь наших дней, когда мы выступим, наконец-то покажем все наши возможности. Поэтому я всем желаю удачи. И волнительно и спокойно. Сондаевр ауткусизм. Честно не передать. С утра было спокойно, сейчас волнительно. Местами бывает спокойно, опять волнительно. Почему? Потому что это ответственность большая. Целую область на Атнанкеле отраганангей. Сондаевр сезон бар. Эр конкурсанттермен жақсы арасып, достасып жүрміз. Мен өзімдіңдіғанамес басқытымдарды да қобалжым. Жақын достарым бөп қалды бәрі. Сондықтан да өзімді оларға да үлкен падежка тілеймін. Жақын ад. Жақын ад. Жақын ад. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...